Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Однако на левой стороне дороги можно ставить только в двух случаях. Первый случай, как на данном кадре. Дорога имеет по одной полосе в каждую сторону, посредине дороги нет трамвайных путей, и встречные полосы разделяются прерывистой линией разметки. При наличии сплошной линии на левую сторону выезжать нельзя. Причем поставить и на правой, и на левой стороне дороги можно любое транспортное средство. При наличии на дороге трамвайных путей остановка на левой стороне дороги запрещена. Чтобы забрать пассажиров на левой стороне дороги, достаточно развернуться, и в этом случае автомобиль будет стоять на правой стороне дороги. Второй случай, когда мы можем поставить машину на левой стороне дороги, это в том случае, если мы двигаемся по дороге с односторонним движением. В данной ситуации можно, как обычно, поставить машину на правой стороне дороги, а можно и на левой стороне. Однако, грузовые автомобили, разрешенные максимальной массой более 3,5 тонн, на левой стороне дороги при одностороннем движении, могут выполнить остановку только для выполнения погрузки или разгрузки. Грузовик, разрешенный максимальной массой более 3,5 тонн, на дороге с односторонним движением, без ограничений может стоять только на правой стороне дороги. Ставить транспортные средства разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда. В качестве повторения уточняем, что машину можно ставить только параллельно краю проезжей части. Если дорога рядом имеет местное уширение, так называемый карман, то и в нем необходимо ставить только параллельно краю проезжей части. Довольно часто в таких карманах водители пытаются поставить машины под углом к краю проезжей части. Такой способ постановки водители называют елочкой, и по логике вещей машин при таком способе установки на парковке уместилось бы больше, однако юридически это будет нарушением правил. Машины должны стоять только параллельно краю проезжей части. Способ постановки транспортных средств на стоянку может определяться знаком парковка и линиями дорожной разметки. Желтый автомобиль надо развернуть. Более жесткие требования по способу постановки на стоянку могут быть введены применением соответствующих табличек. При такой табличке желтый и зеленый автомобиль будут нарушать требования правил. Таким образом, в данной ситуации способ постановки транспортных средств на стоянку определяется знаком парковка с соответствующей табличкой и дорожной разметкой. Или без разметки. Если конфигурация местного уширения позволяет произвести парковку под углом к краю проезжей части, такая парковка допустима при выполнении трех обязательных условий. Парковочное место должно быть обозначено знаком парковка, обязательно наличие одной из указанных табличек, а также обязательно должна быть так называемая косая разметка. Таким образом, только при сочетании знака парковка с одной из табличек и линии разметки допускается парковка под углом к краю проезжей части. Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилем, мотоцикл, мопедом и велосипедом. И только при наличии знака парковка с одной из соответствующих табличек. При отсутствии знака парковка стоянка на тротуаре запрещена. В качестве повторения необходимо отметить, что на тротуаре могут стоять только легковые автомобили, мотоциклы, мопеды и велосипеды. Ни один грузовик, какой бы масон не был, ни один автобус, не имеют права стоять на тротуаре. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги. Остановка запрещается на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев. Остановка запрещена на железнодорожных переездах. Запрещено останавливаться в тоннелях. Остановка запрещается на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними. Однако, если мост или эстакада имеет в одном направлении три и более полос, то в этом случае не запрещено останавливаться на мостах. Остановка запрещена в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством менее трех метров. В этом случае остановившийся автомобиль вынуждает другие автомобили пересекать сплошную линию разметки с выездом на встречную полосу, что, естественно, запрещено правилами. Также остановка запрещена, если нет трех метров до разделительной полосы. Также необходимо отметить, что три метра надо выдерживать до сплошной линии разметки. Если разметка будет прерывистая, то в данном случае правила никто не нарушает. Остановка запрещена на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними. Если попробовать остановиться на левой стороне дороги, то остановка также запрещена на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним. Остановка запрещена на проезжей части вблизи опасных поворотов при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении. А вот на обочине в подобной ситуации остановка не запрещена. Остановка также запрещена на проезжей части вблизи подъемов и спусков при видимости менее 100 метров хотя бы в одном направлении. А на обочине в подобной ситуации остановка не запрещена. Подъезжая к перекрестку в данной ситуации остановившийся автомобиль ограничивает нам видимость помехи справа. Чтобы такого не происходило остановка запрещена на самом пересечении проезжих частей и ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части. Данные правила действуют на любом пересечении проезжих частей вплоть до выезда из двора. Однако можно произвести остановку на трехстороннем пересечении или перекрестке в следующих условиях. Это будет сторона напротив бокового проезда и отделяться от него будет сплошной линией разметки или разделительной полосой. Второе условие будет наличие трех метров между остановившимся автомобилем и сплошной линией разметки так, чтобы другие автомобили могли без проблем объезжать остановившийся автомобиль. Если в данной ситуации боковой проезд будет отделен не сплошной линией разметки а разметкой разрешающей поворот налево или разворот то может возникнуть ситуация при которой зеленый автомобиль поворачивая налево пропуская встречные автомобили собирает сзади себя уже пробку. Данный затор образуется не из-за зеленого автомобиля а из-за грузовика которому сейчас нельзя останавливаться на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части Теперь затора не будет В качестве повторения необходимо отметить единственный случай когда можно поставить машину на пересечении проезжих частей Этот трехсторонний перекресток отделен сплошной линией разметки или разделительной полосой и наличие трех метров до автомобиля Остановка запрещена ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси обозначенных соответствующими знаками Если в указанных местах будет соответствующая дорожная разметка то 15 метров нужно отмерять от этой разметки На остановке маршрутных транспортных средств можно произвести остановку только для посадки и высадки пассажиров и если это не создаст помехи движению маршрутных транспортных средств и легковых такси Если мы сейчас остановим свой автомобиль то будем нарушать правила дорожного движения Правда не по своей вине Виноват в этом водитель грузовика который закрыл от нас видимость знака Остановка запрещена в местах где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки Остановка запрещена в местах где транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств в частности въезд или выезд из двора или создаст помехи для движения пешеходов Остановка запрещена на полосе для велосипедистов. И такая остановка не у края проезжей части запрещена. Стоянка запрещается в местах, где запрещена остановка. Вполне понятно, если в указанных местах нельзя останавливаться ни на секунду, значит о стоянке и речи быть не может. Стоянка запрещена вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога». Стоянка запрещена ближе 50 метров от железнодорожных переездов, то есть 50 метров до переезда, 50 метров после переезда. При вынужденной остановке в местах, где она запрещена, водитель должен включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этого места. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения. Это значит, что прежде чем открыть дверь, надо посмотреть в зеркало заднего вида, убедиться, что мы никому не будем мешать и только потом открываем дверь. И, соответственно, объезжая стоящие автомобили, необходимо по возможности выдерживать боковой интервал в пределах одного метра. Особенно опасно проезжать мимо автомобиля, который только что остановился. То есть велика вероятность того, что из машины будет выходить водитель. Водитель может покидать свое место, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствии водителя. Так звучит официальная фраза, но проще говоря, прежде чем выйти из машины, надо поставить машину на ручник, при отсутствии системы автозапуска включить передачу, при постановке на уклоне повернуть колеса и, главное, вынуть ключ из замка зажигания.